Привет! Это подкаст «Простые смертные» и его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Я субмедэкспертка и работаю в морге 17 лет. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Один эпизод – один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Итак, гость нашего сегодняшнего выпуска – Кирилл. 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево в Москве за минуты сгорел самолет-сухой «Суперджет», который летел в Мурманск, но вернулся через 27 минут в аэропорт вылета. Из 78 человек 41 погиб. Кирилл был на этом рейсе и выжил. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. После того, что с вами случилось, когда вы слышите о различных катастрофах, неважно каких, как вообще вы это воспринимаете и как вы это переживаете или вы уже все пережили и это уже все прошло и неважно? Нет, переживания остались, но просто, возможно, они уже не такие яркие, наверное. Ну, то есть, когда вот я слышу о другой катастрофе, я, наверное, ну, в голове как-то формулирую мысль, что это случается по разным причинам. Зависящим от человека, независящим, но это случается. Все, все мы смертны. Это вот, наверное, то, что я осознал после произошедшего. Смертны внезапны. Поэтому надо к этому относиться спокойнее. Относиться спокойнее – это прекрасная мантра и прекрасная установка. Боюсь, что, наверное, она не всегда выполнима, но ладно. Об этом мы как раз и поговорим. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Кто вы, если можно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, где живете? Мне 39 лет. Я работаю адвокатом. Последние четыре года живу в Москве. Переехал сюда. В том числе после произошедшего. Это тоже была одна из причин. А что с вами тогда случилось и почему так это повлияло на вас, что вы поменяли место жительства? Чуть-чуть разволновался. Это, я же говорю, все равно еще воспоминания, они такие чувствительные. Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. До этого момента моя работа была связана с командировками. Я большей частью занимался уголовными делами. Соответственно, постприговорное сопровождение клиентов – это кататься по всей России, надо в тюрьмы, изучать, соответственно, их личные дела и таким-то образом им помогать. Обжаловать приговор, что-то еще улучшить условия содержания, либо перевести на иные условия содержания. И, собственно, тогда я летел и в командировку в Мурманск клиенту также. Первое сознание, оно пришло еще в самом самолете. То есть вот когда мы уже ударились в взлетную полосу, когда его развернула вот эта вот дорожка из горящего бензина за нами, я на это все смотрю и понимаю, что, ну, возможно, сейчас конец. Ну, невозможно, он, скорее всего, сейчас придет. У меня мысль только, ну, о семье, причем даже больше о дочке. Она тогда маленькая еще была, это у нас 19-й год, когда я там, ну, в районе 6 лет маленькая. И получается, что мои мысли в тот момент были только, наверное, этим заняты, что если самолет остановится, должен успеть выскочить из него, и тогда, ну, тогда я живой. Ну, меня это миновало. И все произошло. То есть я выбежал из самолета, я понимаю, что я живой. И вот с этого момента как-то, я говорю, я понял, что мне надо, надо менять свою жизнь. То есть у меня, если первое, в первую очередь как-то стояла работа, а потом семья, то тут я все изменил. Сперва семья, потом работа. Работа, она, может быть, и не выездная. То есть я достаточно быстро и в Хаваровске там восстановил отношения с клиентами, которые, ну, возможно, как-то уходили из-за того, что я постоянно в разъездах был. А потом, в конце девятнадцатого года, меня товарищ позвал в Москву поработать чуть-чуть на месяц в одном деле. Я приехал, посмотрел, как здесь хорошо по сравнению с Хаваровском, и приняли решение перебираться сюда, потому что здесь и ребенку куда как лучше, чем Хаваровский, да и нам в целом получше. Летели вы... В Уорманск из Москвы. Обозначим, что все-таки случилось с самолетом, почему вы оказались на земле, то есть вы взлетели. Ну, изначально в самолет попала молния. Вы взлетели, взлетели, попали в грозу. В грозу, да. Ну, то есть мы летели недолго, ну, там, по-моему, с момента взлета и до всего произошедшего минут сорок пять прошло. То есть мы взлетели, набрали высоту, удар молнии, самолет начинает разворачиваться обратно до Москвы, то есть приняли решение возвращаться там, автоматика у него вырубила. Ну и, соответственно, при посадке все пошло не так, как должно быть, и по-моему, самолет развился на взлетно-посадочной полосе. Ну, стойки шасси пробили бензобак, он, керосин вылился, загорелся, и, соответственно, весь самолет потом получил. Конструктивная особенность шасси, то есть она, стойка шасси должна была там в определенной точке сломаться, ну, при определенной нагрузке. Да, ну, как-то точка излома, но этого не произошло, и поэтому, соответственно, произошло пробитие бака этой стойкой и последующее возгорание. Да, тут еще надо учесть момент, что у них налета на них мало, то есть у них даже по кабинах, вот эти вот, которые тренировочные, там говорили, что они в них фактически не тренировались, ну, мало тренировались. Куча различных факторов, поэтому говорить, что только пилот виноват, я так не могу. А с другой стороны, ну, например, вот тоже говорят, он должен был уйти на второй круг там или вообще дальше лететь до Мурманска и там садиться, ну, хоть и автоматика вырубилась. В Мурманске очень частая ситуация, что самолеты выкатываются за ВВП, ну, то есть за взлетную полосу. Там аэропорт короткий и погодные условия, и куча тоже всяких факторов. И неизвестно, что бы там произошло. Ну, понятно, самолет у них обычно куда выкатывается, с ним все нормально, его вернули, а здесь у него, говорю, при посадке, и скорость, и все что-то, все как-то не так идет. А долетели бы мы до Мурманска, ну, с такой отключенной автоматикой? Возможно, да, а может быть и нет. Мы уже не узнаем. А давайте еще немножечко сосредоточимся вот на этих секундах, про которые вы сказали, что вы увидели вот эту дорожку из горящего бензина, и вы поняли, что сейчас может быть все или, скорее всего, все. Вот как это было? Самолет странно себя повел в управление. Ну, то есть это, так как я говорю, много летало, ну, физически ощущается. Вон, у него дерганые движения резкие, то есть нет плавности полета, не знаю, нет плавности маневров в полете. И мы, когда уже на посадку идем, то есть я вижу, что, блин, мы как-то слишком быстро летим. Скорость снижения достаточно высокая, скажем так. Я единственное, что успел, это ботинки одеть. Обычно я, когда в самолет сажусь, страшно ровуюсь, снимаю, потому что там три часа лететь, ноги устану. Я тоже так же делаю в самолетах. Вот, сосед на меня посмотрел и тоже начал ботинки одевать. И, получается, первое касание жесткое, но как бы самолет подпрыгивает, обратно уходит, слышно уже. Но это не крики, это, наверное, как возгласы непонимания и удивления от происходящего. То есть еще, наверное, страха никакого нет. То есть первое касание, оно жесткое, но в пределах норм, скажем так. И самолет, ну, опять подпрыгнул. В этот момент такой, ну, наверное, пойдем на второй круг или что произойдет. И просто следом, ба-бах, вот уже, ну, припечатывал во взлетку он его. И после этого, я не помню, там, возможно, было даже третье касание. Но вот после этого второго жесткого, там уже, как бы, чуть-чуть контроль происходящего отключился, потому что, ну, в ужасе находишься. Там уже конкретно вот от других пассажиров третье ужаса. По-моему, потом вот это все-таки третье касание, самолет начинает тащить боком. То есть я не совсем у иллюминатора сидел. Слева, получается, сидел еще один мужчина, вот который, обуваться, тоже начал глядя на меня. Он видит это в окно, я вижу это в окно, а потом мы просто переглядываемся друг на друга. Ну, я не знаю, как эту связь объяснить в этот момент, что мы приехали. По-моему, сейчас будет что-то плохое. Все это время у меня рука уже лежала на ремне безопасности, на защелке. Инстинктивно или на автомате, не знаю. То есть все, у меня мысли в этот момент. Главное, чтобы остановился. Самолет, то есть заканчивает свое скольжение, движение по полосе. То есть я вижу, что стюардесса открывает аварийный выход спереди. И дальше у меня как слайд-шоу. То есть я поднимаюсь, я помню, что у меня сумка с документами, там паспорт, что-то еще. Ну, короче, все документы. Она лежит наверху. Я думаю, успею руку вытащить. Ну, просто протянуть руку, чтобы ее достать. Нет, там, потому что поток людей сразу же тебя уносит вперед. Я говорю, это как слайд-шоу. Первое, я встал. У меня вот мысль, успею, не успею. Второй слайд, это я уже где-то вот в районе бизнес-класса. И третий, я на надувном трапе, который ввел. Как он выход, или так правильно называется. Как оказалось, выгорает он тоже очень быстро изнутри. Я не помню. Ну, именно по рабочим моментам, где-то тоже всплыло в разговоре. А там был в компании представитель спецслужб, которые, скажем так, отряда спецслужб. Он говорит, а почему вы это, почему спинки сидений не откидывали? Я говорю, я не знаю, что значит спинки сидений. Говорит, ну ты ее вперед, если сильно прожимаешь, она падает, можно бежать. Вот, по всей видимости, человек, наверное, с 18-го ряда что-то знал и пытался вот это сделать. Я не исключаю, потому что я об этом узнал, что их можно вот так вот положить, оказывается, только вот от него. Вот вы на трапе. А что потом? Потом я бегу от самолета. Нам навстречу бежит какой-то мужик. Он тоже вот, кстати, кричал, подъедите дальше, самолет может взорваться. Побежали дальше. В общем, куда-то бежали, пока, ну, видим, автобус подъезжает, останавливается. Понятно, что это вот, ну, как ограничение, потому что скорая туда сразу тоже поехала, значит, нам туда. Там по времени, наверное, на самом деле заняло-то все минуты-две. Оказалось, что долго. Дым очень редкий от обшивки. Ну, который не от обшивки, а от внутренней отделки самолета. И он очень быстро пополз. Ну, то есть я когда вставал с места, я видел то, что уже поверху, соответственно, дым идет. А сзади, ну, еще за счет того, что самолет наклонен, тоже. Ну, меня спрашивают, ты видел, что происходит сзади? Я говорю, ну, я вижу людей, вот пять, наверное, еще шесть рядов, а дальше ничего не видно. Ну, мало того, что самолет, получается, он носом кверху стоит, из-за угла не видно, так еще и дым. Людей вокруг себя вы помните? Вот, ну, вы помните пассажира рядом у иллюминатора, который сидел с вами в одном ряду. А всех остальных, вот во время вот этого движения из самолета, на трапе, вокруг, когда вы бежали на этом пятачке, вы как-то кого-то распознавали, видели вообще? Или стертые совершенно впечатления, вы ничего не видели? Нет, люди есть. Ну, и как бы к автокусу, когда тоже... Ну, понятно, что за давностью времени я лица-то уже, наверное, не вспомню, ну, описать не смогу человека, но если его увижу, я его, наверное, узнаю. Вопросы еще были такого плана. А где остальные? Ну, то есть, ну, мы смотрим, что нас не так уж и много здесь, соответственно. А где остальные? Какие вопросы возникали? У мужчины сердцем плохо стало, который тоже добежал до октобуса. Его скорая забрала сразу в больницу. Я осматик, но я, видать, там или дым охопнул, или, может быть, на нервной почве, но у меня там небольшой приступ случился, тоже к врачам обращался, сразу там, дайте мне ингалятор какой-нибудь. С собой уже ничего нет, давно не вожу. Постояли, мы посмотрели, как горит самолет, как его тушат. Потом нас собрали всех, кого можно было, и отвезли, и, соответственно, в Шереметьево выделили там какой-то, ну, достаточно большую зону. То есть нас всех собрали и сказали, ждите там, сейчас будем. Следствие должно... Ну, во-первых, следователи должны приехать сразу же, просить по произошедшему. И я подумал, что, ну, наверное, мне проще здесь дождаться, чем ехать в город, и потом не пойми, куда еще мотаться. И вот я сколько-то часов до 11, до 12 ночи, наверное, в аэропорту пробыл. А произошло все где-то в 6.30, в 18.30, по-моему, скорее всего, точно. А что было потом? Как вообще вы приходили в себя? Что было с жизнью? Как она приходила в норму? Ну, вспоминая те события, да, у меня все равно какая-то нервная дрожь присутствует, и я понимаю, что мне об этом, наверное, как это правильно, психологией называется. То есть я не могу эти воспоминания встроить в свою жизнь. Было и было, и я спокойно к этому отношусь. Но у меня не получается, если вы понимаете. Такой цель-то и не стоит с такими воспоминаниями, чтобы встроить и совершенно как бы отпустить, что было и прошло. Мне кажется, это невозможно отпустить до конца. Было и прошло. Наверное, это опыт теперь, который всегда с вами. Ну, это опыт, который всегда с вами, да, всегда со мной. Но на самолетах-то летать надо, в отпуск, куда-нибудь еще. А очень тяжело. Понимаю. Вы знаете, я летела вот буквально несколько дней назад, и, прочитав вашу историю, прочитав большое расследование в одном из средств массовой информации, я как-то с опаской очень отнеслась к этому полету. Мне было непросто. Несмотря на то, что я, в общем, летаю всегда достаточно спокойно, хотя у меня есть опыт работы с последствиями авиакатастроф в судебной медицине, в морге. И магия истории. Мы приземлялись в грозу, но мы приземлялись уже на излете грозы. А предыдущий самолет, который сажали до нас, как потом нам рассказали таксисты, не могли посадить полтора часа. Он кружил полтора часа над аэропортом, поскольку из-за грозы не мог приземлиться. Можно не верить в совпадения, а можно с ними просто как-то жить. Ну, я перед полетом, я всегда пытаюсь успокоиться сейчас с статистикой, что это самый безопасный транспорт. Да, происшествие случается крайне редко. У меня шансов уже меньше во что-то повторное попасть. Поэтому, ну, как-то вот таким образом, наверное, я боюсь со своими страхами полета. Но в Суперджет я больше не сяду. А вы обращались за помощью к кому-то? К психологам, к каким-то другим помогающим специалистам? Да, потому что у меня сильно какая-то паническая атака началась, или атаки, как правильно сказать? Панические атаки начались. Ну, причем они ночью, то есть я просыпаюсь, ужас, и там меня всего колотит, я не понимаю, а Генна Халлеевич. Ну, и в голове, видать, ну, возможно, мне снился сон, то есть я просто просыпаюсь и не могу его сразу там сообразить, вспомнить, но очень неприятные ощущения. Да, ходил к психологу, но я не помню, сколько у меня было сеансов, если точно. Ну, наверное, не очень, пару месяцев. И как-то мы это победили. Ну, именно панические такие. Ну, вы говорите же сейчас, что вы все равно улетаете. Ну, так мне пришлось еще из Москвы же возвращаться тоже на самолете, и причем я полетел 8 мая. 5 мая разбился самолет, 8-го я полетел уже обратно в Хабаровск. И как это было? Мне, наверное, повезло. Ну, во-первых, потому что я пришел в авиакассу. У меня был купленный билет обратно, но на другую дату. Я не помню точно, как вы говорите, надо поменять. Вот так, так и так. У меня сейчас только загранпаспорт, мне его быстро передали. Основной, ну, российский сгорел в самолете. В вашем. Все хорошо, вот там замена, вот бизнес-класс, полетите тогда, когда хотите. А в аэропорту я в курилке сидел в Шереметьево, тогда, по-моему, там еще были, и сейчас еще есть. Я, в общем, долго не мог пойти на посадку. Ко мне уже представитель авиакомпании подошел, спросил, что, как. Прямую ситуацию в местном. Он говорит, все понятно, сейчас мы вам все сделаем. Отдельный автобус маленький. То есть меня довезли. Он, по всей видимости, сообщил экипажу, что я там такой, несколько испуганный. И после пережитого. Мне дали бутылку виски. Я выпил ее очень быстро и лег спать. И проснулся я уже только тогда, когда самолет прям остановился от Фабаровски. То есть меня не трогали, не будили, ну, никак не беспокоили. Наверное, максимально меня от всего огородили. И я весь полет абсолютно проспал. Вы сказали, что вы постепенно победили вот эти все свои страхи вместе с психологом. А как это происходило? Что вы делали? Что вам помогало? Проговаривать, наверное, все эти моменты, которые меня сильно беспокоили. Ну, дочь у меня узнала, по-моему, только в прошлом или позапрошлом году, что я был в такой ситуации. А что с ней было? Как она реагировала? Да ей, по-моему, кто-то из подружек рассказал. То ли какое-то интервью, то ли я, возможно, кому-то из родителей сказал, они рассказали там дочери, и она, соответственно, кому-то сказала моей дочери. Ну, что она говорит? Ты что, в самолете был? В том, ну, да. А что там, как было? Страшно? Не желаю такого никому пережить. А потом уже, когда, ну, прошел первый страх, первые вот эти вот ощущения, возникали ли мысли, например, почему я? За что? Была ли какая-то связь с чувством вины, что это какое-то, может быть, наказание за что-то? Или за что-то расплата? Ну, вот тогда вопрос, было бы правильнее поставить, почему я выжил? Такое вот все, возможно, задавал. Для чего? Чувства вины не было, нет? И что это наказание какое-то, тоже не было такого чувства. Смотрите, получается, к сожалению, все записи в телефоне именно по тому, кто где сидел, и как я сидел. То есть сперва, по-моему, у меня шестой ряд. Изначально билет был на 13-й или 14-й. Я сейчас точно не помню. С тех рядов никто не выжил. И я просил, так как часто летал, просил поменять место на хвост самолета. Там обычно места свободные. Если три места есть, можно лечь спать. Но мне сказали, говорят, самолет почти полный, не будет трех свободных мест, чтобы он мне там завалиться. Пересадим вас на, вот, как часто летающего, на место повышенной комфортности шестой ряд. Поэтому, да, у меня мысль такая, что мне повезло, но для чего? То есть почему это же, не знаю. В тот момент я сказал, что это не может быть случайностью. А еще один вопрос по поводу ощущений, потом и мыслей. Знаете, как в фильме ужасов, я выжил, но вот сейчас я выжил, но смерть меня потом все равно догонит. Функт назначения. Такой страх был? Нет, в таком ключе не было. Вот иначе что? Потом нет. Я говорю, как-то достаточно быстро пришла мысль, что мы все смертные просто. Помни об этом. И будет тебе чуть проще, наверное, что не будет такой уже неожиданности. Ты вот неожиданность пережил. И эта мысль пока еще для вас работает. Да. Ну, в момента моря. Помни о смерти. Да, я это все понимаю, но обычно эти ощущения в жизни все равно очень быстро стираются рутиной и бытом. И человек такое существо, которое очень быстро вовлекается в эту рутину, будет привычные какие-то действия, и очень сложно вспоминает опять вот эту прививку от страха, от страха смерти. Вот это вот момента моря, помни о смерти. Но если это работает для вас, это очень хорошо. А вы общаетесь как-то с теми, кто выжил в той катастрофе? Нет. Это какое-то решение принципиальное или так получилось? Так получилось. Я не знаю, как бы... У нас есть чат, но он, скажем так, связан с юридическими делами. Но как такового там общения нет. Там просто есть ли новости, что-то такого плана. Ну, возможно, какие-то там короткие обменялись поздравлениями, чем-то еще. Все, на этом все. А вам необходимо такое общение? Нет. Я не понимаю, для чего общаться. Да, если честно, вот, общаясь с журналистами, которые там тоже интервью были, они говорят, что в целом все выжившие, они неохотно идут на контакт. Наверное, ну, по всей видимости, переживания все еще сильны. Может быть, по этой причине. Ну, не знаю, я никогда не стремился. Ну, не видел я в этом какого-то смысла. А в семье вы как обсуждаете это? Как обсуждали тогда и как обсуждаете сейчас? Ну, тогда это расспросы, нормально ли ты, как что. А сейчас это нормально мы обсуждаем вот эту тему. Даже как-то и не возникает, ну, то есть она не всплывает в разговоре. Ну, у меня там куча друзей и знакомых, им всем было интересно. Просто я помню, что вот я вернулся в Хабаровск, это месяц уже прошел. Поехали мы на шашлыки там, только пацанами за Гагара, половина компании незнакомая, соответственно, я приезжал, ну, одним из последних что-то приехал, они все на меня смотрят и говорят, что смотрите? Рассказывай, как оно там было, что у кого. Вот, ну, в таком ключе, да, разговоры, ну, до сих пор продолжаются. Некоторым, видимо, интересно, некоторые хотят заговорить, уточняющие какие-то вопросы. Ну, я рассказываю, говорю, но это вызывает у меня определенную нервную дрожь. А следили вообще за ходом процесса? Ну, вот в юридическом чате какие-то присылали, да, поддвижение. Я написал заявление, что у меня к пилоту претензий нет, приказания мои, которые мне следствия давало гласить, и в суд я не ходил. А за какими-то публикациями в прессе? Нет, мне тогда тоже там друзья, товарищи могли что-нибудь прислать, типа, вот смотри, опубликовали. Ну, ну и ладно. Больше всего интересовали экспертизу. Возможно, вот эта роль адвокатская вас как-то немножко охраняет и спасает от этих переживаний. Ну, вы переключаетесь между своими функциями, и вы уже не просто потерпевший, а человек, который может в этом во всем попытаться разобраться. Есть такие идеи, ну, наверное, так, как происходит на самом деле, что это как метод защиты психологической. Меня всегда еще в связи, ну, особенно в связи с катастрофами, с техногенными или с природными, мучает вопрос, насколько люди, которые погибают, успели что-то понять и что-то почувствовать. И какие мысли вообще возможны там вот на этой границе? Могу вам рассказать еще про опыт двух ситуаций, в которых я побывал. Я был в землетрясении, но без жертв. Но, скажем так, там будет, наверное, показатель, о чем думают люди. Да не особо о чем. Ну, то есть, как бы спасти свою жизнь. При этом даже в этом ключе у них мышление нерациональное. То есть, представьте, мы отдыхаем. Мы были на Бали. Это еще до авиакатастрофы. Год, не помню, наверное, год 2017-2016. То есть, тоже отдыхали с друзьями и тряхнуло. Прям рано утром, часов 7 утра. Я очень быстро собрался и был на улице вместе с женой. Звоню друзьям. Они на четвертом этаже, я на втором. Мы выходим. Я говорю, вы что-то как-то долго выходите. Мы на лифте поехали. То есть, землетрясение, мы поехали на лифте. Такой, ладно. Но, как бы, неправильное решение, но вы хотя бы выбираетесь из здания. А второй мой товарищ как принимал душ, так и остался принимать душ. Ну, в плане того, что он говорит, ну, помру хотя бы чисто. Я не знаю, куда бежать. Говорит, там, двери вот так вот у него раздвижные начали бегать туда-сюда. Но все обошлось, не цунами, то есть, не разрушений, но достаточно такой чувствительный толчок. Это к тому, что думают люди. Некоторые думают, вот я останусь где и есть, другие пытаются выбраться, но используя для этого неправильный способ. У меня мысль вот тогда тоже была, надо быстро выйти из здания. Собрать вот все необходимое, что есть, это надо раза все схватить. Документы женой, выйти из здания. Налик по лестнице. Бегом. Прекрасно, у вас хорошая реакция. В самолете, говорю, так же, вот все, получается, я должен выйти из самолета. Вот, у меня рука на пряжке ремня, чтобы я ее там не искал где-то в попыхах. Максимально сконцентрирован, сосредоточен на том, что происходит в данный момент, чтобы выбраться. Хотя я понимаю, если сейчас огонь где-то будет уже рядом со мной, то, скорее всего, это все. Да, я читала по этому поводу одно очень любопытное наблюдение. В книжке, возможно, вы смотрели фильм или слышали, наверняка американская писательница Элизабет Гилберт вошла в наш русскоязычный литературный мир с книжкой «Есть, молиться, любить». Потом сняли фильм с Джулией Робертс и с Хавьером Бардемом. И в книжке был такой эпизод, где главная героиня, от лица которой ведется поисцование, общается со своей подругой-психологом. Психолог проводит работу в кризисном центре с беженцами, которые пересекают границу по воде на лодках. И очень многие там гибнут, многие добираются совершенно в ужасном состоянии, и она работает с ними в первые минуты после того, как они все-таки попадают в Америку. И она рассказывает, что люди переживают не о том, что они могли погибнуть, не о том, что они оторваны от родной земли, не о том, что они оказались где-то совершенно в незнакомом месте, в незнакомом окружении, а о том, что пока они плыли, там какой-то условный, например, если это говорит женщина, ну и наоборот, да, условный мужчина, на которого она обратила внимание, не так на нее посмотрел или не ответил на ее какие-то знаки. И вот об этом они переживают, и вот об этом они рассказывают на первых сессиях психологу. Вот, да, ваши рассказы, особенно про душ, мне очень нравится, как-то, наверное, это подтверждают люди, они всегда люди. А вы боитесь смерти? Ну, я так много еще всего не сделал, поэтому, наверное, ну, есть какой-то... Ну, не в смысле, что вы не хотите, и что вам хотелось бы, там, здесь что-то сделать, а в смысле, что вот, что с вами что-то будет происходить, ну, с нами со всеми что-то будет происходить, просто мы не знаем, что. Страх неизвестности? Да. Сути, мне, наверное, даже от части «что там дальше» интересно, только я туда не тороплюсь. То есть вы думаете, что там дальше что-то есть, загробный мир есть? Ну, скажем так, мне хотелось бы в это верить, что там что-то еще есть. А вы вообще верующий человек или атеист? Как вот вы себя идентифицируете? Ну, это сложный вопрос. Вообще я крещеный, но в раннем детстве, а по моим ощущениям, ну, наверное, я к этому еще не пришел. Да, я поняла, что вам хочется здесь успеть все доделать, это понятное желание, мне тоже хочется здесь успеть еще побыть, и туда совершенно не хочется. И у меня нет, правда, таких представлений о том, что там что-то есть. Я этого просто не знаю, и это незнание меня очень мучает. Вот, ну, вот, наверное, у меня такая же проблема, но мне хочется верить, что там что-то есть. Не обязательно говорю о рай, ну, там, не знаю, у нас есть куча фантастических фильмов или там сериалов мистических, которые вот они там погружаются в иной мир или что-то тому подобное. Ну, вот, 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 что-то подобное. Смерть стала как-то к вам ближе после катастрофы? Ну, как у нас, я поясню сейчас, как у нас обычно. Смерть – это что-то, что происходит не со мной, что происходит всегда с другими. Мы не можем сказать про себя в одном предложении уместить «я подлежащее» и там какой-нибудь глагол, связанный с умиранием. Ну, определенно, да. До меня, когда сознание дошло, именно, что вот нас выжило, чуть меньше половины, получается, самолета. Мне вот, вот в тот момент я понял, что прям уже где-то прям очень рядом она была. Стало намного ближе. Суеверия какие-то появились у вас после катастроф? Нет. Ну, вот какие были там базовые луки. Черная кошка передо мной дорогу перешла, и то я не всегда на это обращаю внимание, но иногда, ну, обойду, иногда. Не знаю, это на подкорке где-то действует. А про авиакатастрофу смотрите сейчас фильмы? Да. Спокойно, безболезненно. Да. Плюс еще, если там половину фильмов посмотреть, ты уже такой, как бы, почитанную экспертизу, что-то там думаешь, какой же бред вы снимаете. Ну, там, вот этого не может быть физически. Да, понимаю. Это некая такая деформация. Ну, не совсем профдеформация, но у меня есть такая профдеформация в отношении... Я думаю, если вы сериалы вот смотрите, какие-нибудь тоже там связанные с экспертами, Костя, например, известный. Не, не могу, да. Вы тоже думаете, какой бред, ну, как так? Ну, я вот Костя как раз просто не смотрю. У меня есть другое guilty pleasure в семье, это сериал след, который тоже эксперт, и мы включаем его просто фоном. Это вы включаете как комедию? Ну, примерно, да. Примерно, да. У нас, я всегда рассказываю, что у нас есть семейные мемы про этот сериал, когда они меняют место действия один вымышленный город Подмосковья на другой вымышленный город Подмосковья, когда там Малиновск переезжает в Готымск. Мы всегда говорим, что ага, все понятно, значит, половина жителей Малиновска убит, и остальная половина просто уже сидит. К жизни как-то отношение изменилось? Да. Я не знаю, как это правильно объяснить. Я ее, наверное, стал ценить и уважать, и не только свою. А вы себя заставляете или это естественное какое-то побуждение? Ну, например, не в смысле, что вот я просыпаюсь с утра, у меня отвратительно просто в голове, но я говорю себе, что я должен радоваться и благодарить. Нет, такого не бывает. Ну, я имею в виду, что я прям себя заставляю. Нет. Это оно само встроилось такое. Знакомый попытался покончить жизнь самоубийством? Ну, он выжил, да? Но я очень, я очень был возмущен его этим поступком. Вот я понимаю, что вот, наверное, возмущение у меня не совсем правильно. Это его жизнь. Ну, ему же ей распоряжаться, как он хочет. А я вот именно возмущен, что какого хрена ты сделал? Зачем? Она у тебя одна. И ты вот так решил ее потратить. У тебя вроде себе все нормально, и сам ты достаточно молодой и успешный. А что произошло, что у тебя в голове происходит? Я прям злой на него из-за того, что вот он не ценит жизнь. Ну, или не ценил ее в тот момент. То он выжил. Сейчас он ее, наверное, очень ценит. А если бы он не выжил, вы бы так же возмущались? Наверное, да. А в практическом смысле ваше вот это вот отношение к жизни в чем выражается? Ну, не знаю. За здоровьем следить. Почаще стал. Но обычно наш муж к врачам ходим уже в самый последний момент. Сейчас, нет, сейчас надо там. Раз в год скрининг, посмотри, все ли в порядке. Если есть изменения какие-нибудь, сходить к терапевту, какие-нибудь витаминки, таблеточки, спортзал, бассейн. Ну, больше бассейна. Ну, это хотя бы вот это базовое, как я могу себе, наверное, жизнь продлить и тем самым как-то заботиться о своей жизни. А у вас есть завещание? Нет, мне особо завещать нечего, и все имущество у нас разделено правильно. Так что в случае смерти тоже все будет нормально. Ну, то есть в любом случае этот вопрос как-то уже решен? Да. Это было и до катастроф? Нет. Но здесь я не могу сказать, что прям катастрофа к этому привела. Но в последующем, то есть это сколько мы с женой жили до произошедшего? Если ребенком шесть, лет восемь, наверное. Потом мы только переехали в Москву уже после всего произошедшего. Брак заключили мы здесь. То есть мы жили совместно, но расписано не было. Это было важное такое решение? Конечно, важно, потому что что случится с ней, если мы не расписаны, то у меня тоже куча всяких проблем. В плане документальных, скажем так, что случится со мной, такая же куча проблем у нее. Поэтому надо помнить о том, что мы смертные и все вопросы закрыть. Да, мы с мужем, когда заключали брак через восемь, по-моему, лет совместной жизни, я всегда говорила, что это позволит нам легально и без проблем получить друг на друга справку о смерти и зайти в реанимацию. Но это в том числе. В нашей стране это, к сожалению, вот так вот регулируется и так происходит. А какие-то распоряжения именно относительно похорон своих у вас есть? Какие-то пожелания, идеи? Кремация. И эта идея была всегда? Да, что у жены, что у меня кремация, и все. Ее над морем развеять. Я с собой еще не придумал, что сделать. А как вы считаете, человеку нужно бессмертие? Какое? А что вы имеете в виду? Какое? Ну, абсолютное полное или просто физическое. То есть он не стареет, не болеет, но при этом умереть может от внешнего воздействия. Ну, давайте поговорим и про то, и про другое. Я думаю, нет. Мы же выврем. А почему? Представьте, что возьмем текущую ситуацию. То есть в мире, я имею в виду, в целом мы живем вечно, да? То есть у вас есть определенная группа людей, которая привязана к власти, да? Это на самом деле-то я сейчас делаю привязку к власти, но тут можно вообще сделать абсолютно любой управляющий должности или там руководству. Они захотят делиться или нет? Ну, конечно же, нет. Но они там будут занимать очень-очень-очень-очень-очень в вечность сидеть на определенных должностях, скажем так. Ну, это я, если мы с точки зрения работы, либо узурпация власти таким образом в том числе тоже. Нет сменяемости, нет какого-то развития. Это, я не знаю, перенаселение, может, теперь живем вечно. Планеты мало станут. И сейчас уже мало, судя по всему. Поэтому мы себя уничтожим. Да, ну а если мы будем неубиваемы вообще? Ой. Как вы говорите? Ну, тогда экспансия на другие планеты, колонизация. Какой другой выход? Да, я только хотела сказать, что тогда мы полетим на Пандору. И перебьем там всех. Да. Тут же еще один вопрос встанет. Это ограничение памяти. Или не встанет, и мы узнаем какие-то новые возможности. Ну, вы знаете, вот у меня бабушке 97 лет. Мозги у нее абсолютно чистые. Я имею в виду, что у нее вот болезни возрастных каких-то, связанных с мозгом, нет. Но при этом у нее начинаются проблемы. Это не Альцгеймер. То есть это не старческий воразм. Это, ну, скажем так, наверное, переполненность памяти. То есть она некоторые моменты, причем те, которые относительно недавней, там, полугодовой, годичной давности, она начинает забывать. Она хорошо помнит детство. Ну, то есть яркие впечатления вот там. Короче, много напомнит. Но какое-то ограничение уже есть. Она начинает именно забывать то, что было там год назад. Да, есть такое явление. Вы очень красиво его назвали, переполненность памяти. Поэтому есть медицинские объяснения. Но не будем вдаваться. Оставим с таким красивым названием, с переполненностью памяти. Ну, это вот мне проще аналогию с жестким диском компьютера привести. Скоро, когда тебе надо новую информацию заполнить, а у тебя все переполнено уже. Надо что-то старое утолить или заархивировать. А, вот, кстати, интересное изменение в жизни после катастрофы, именно связанное с документами. Я теперь в рюкзаках вообще ничего ценного не ношу. Если я ношу с собой, ну, какие-то документы, они у меня лежат в кармане поближе ко мне. Максимально все отправлять в электронных заверенных копиях и оригиналы не таскать с собой. Наш последний выпуск, а сегодняшний выпуск последний, наверное, оказался ближе всего к слушателям. На самолетах летают многие. Меня тоже задела эта история, вытащила на поверхность страх, которого, как я думала, не было. Прошло шесть, всего шесть или уже шесть выпусков, и это был непростой опыт. Мне было сложно задавать вопросы незнакомым людям, и тем более неудобные, неприятные и часто слишком личные. Я чувствовала себя червем, который лезет под кожу. Художественное сравнение от судмедэкспертки про деформацию. И перемещается с места на место. Много лет работы в морге может расчеловечивать, но я нашла способы преодолевать это. Мои тексты и средства, оказавшиеся сильнее. Это подкаст. Наши герои — люди, которые доверились нам. Мы все умрем, теперь-то я точно знаю. Но это свойство живых парадоксально утверждает именно то, что мы живы, и смерть — такая же часть жизни, как и вся сама жизнь. Говорить о страхе — один из способов жить с ним. Так что давайте говорить о смерти. Над подкастом работали продюсер Давид Аракелян, звукорежиссер и автор джингла Денис Никулин, шеф-редакторка таких дел Мария Бабулева, авторки обложек Света Мулари Оксана Зинченко и я, ведущая Оля Фатеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова